31 марта 2020 года. Вышла на лоджию, хоть немного подышать свежим воздухом. Идёт мелкий снег. Причём с самого утра он. Да, он с самого утра. Думаю, уже всё закончилось, весна всё-таки как бы наступила. А нет, я не помню я, чтобы столько снега было зимой. Народу никого. Никого. А у нас такой оживлённый район. Люди с самого утра на работу бегут. А здесь тишина. Ой, даже как-то жутко немного. Какой снег. Ой, господи, всё против нас. И природа против нас. На улице снег. Не идёт, валит. С самого утра. Ой. В общем, я себе приготовила завтрак. Поджарила яичницу, сосиски. Хлеб с маслом. Вот какао. Польшая кружка моя. Ну, не просто какао. Я ещё туда добавляю немного кофе. И сгущённые сливки. Получается очень вкусно. А потом я буду монтировать видео. О том, как я пекла булочки. У меня осталось много кефира. Выливать было жалко. Жаба задушила. Ну, вот пришлось готовить. Заняться пекарством. Вот булочки такие, как на этой картинке. Ну, вот сейчас попробую всё-таки. Ой, хоть что-то заснять. Никак не приспособлюсь ещё. В общем, всё это буду делать на обеденном столе на кухне. Я пересчитала все необходимые ингредиенты, которые перечислены в рецепте, которые я увидела в интернете. И получилось, что мне нужен один стакан кефира. Один стакан кефира. Не буду ничего трогать, а то ещё всё свалится. Значит, кефир я вынула из холодильника и дала ему нагреться при комнатной температуре. Дальше. Мне нужны будут 2 столовые ложки сахара. Туда же я кинула щепотку соли небольшую. Мне нужно будет 1 яйцо, 1 столовая ложка дрожжей. Я добавлю ещё всё-таки разрыхлителя для теста. Ну, немножечко. Тут грамма 3 не больше осталось. Вот, хуже не будет, хотя он не заявлен в рецепте. И 25 грамм сливочного масла, которое тоже немножечко подтаяло при комнатной температуре. Мне всё это нужно будет смешать. Вот то, что я перечислила в такой последовательности. И после того, как у меня получится однородная масса, добавить муки. У меня стакан вот такой, по 250, вот под горлышко. Значит, у меня 500 грамм муки. Ну, если тесто будет жидковато, то я тогда ещё добавлю. Ну, как отперемешивать всё? Я, конечно, показывать не буду. В этом сложности никакой нет. Потом поставлю в духовку. Она должна быть разогрета. Уже до того, как будете готовить тесто. Потому что тесто готовится быстро. Ну, посмотрим, что у меня в результате получится. В общем, замесила я, наконец, тесто. Пришлось ещё добавить где-то 50 грамм муки. Потому что тесто получилось жидковато. Ну, видимо, много ещё зависит от той муки, которая используется. У меня макфа. Так, теперь, значит, в итоге мне нужно ещё вот это всё закрыть тарелкой. Вот, тарелка так. Вот. И дать постоять ещё час. А можно не тарелкой закрывать, можно плёнкой. Для того, чтобы сверху не образовалась такая неприятная корка. Ну, ладно. Теперь осталось только всё это пропечь. Ну, не знаю, что у меня выйдет. Кулинарка из меня, конечно. Нюанс. Тесто уже поднялось. Вот я выбила ещё одно яичко в чашку. Сейчас добавлю сгущёнку. Всё размешаю. Скатаю булочки. И смажу. Ну, вот достаточно. Так. Да. Одной рукой держать, другой взбалтывать. Как-то не айс. Ну, в общем, ясно, короче. Сейчас накатаю булок. И поставлю их в плиту. Она уже у меня разогревается. До 200 градусов. Ну, а дальше буду просто наблюдать. Ой, ну, наконец. Поставила я их. Так. Поставлю на 25 минут. Если будет мало, то тогда ещё увеличу время. Ничего себе! Результат превзошёл все мои ожидания. Вот, прошло 25 минут. И булочки такие красивые. Всё сейчас буду вынимать. А запах потрясающий. Ну, вот. Как-то так. Вот, какие у меня булки получились. Может, мне понравится. Ой, я люблю вот раз, два, три, четыре и съел. А тут много времени уходит-то. Да. А с другой стороны, вот куда нам торопиться-то? Некуда же. Это... Да. Продолжение следует...